Бокер Тов, мы с вами находимся на 11-й мишне 8-й главы трактата Трумот. И последний мишной йод мы обсуждали закон, который запрещает осквернять Труму. То есть Трума, она изначально находится в чистоте, она пригодна в пищу только Коинам. Но если ее осквернить, то она, получается, вообще теряет, то есть ее уже не может есть никто, евреи и так по умолчанию. А Коин не может ее есть, потому что она нечиста. Да, и что с такой Трумой делать? И вообще нельзя изначально самому способствовать каким-либо образом осквернению Трумы. Так мы говорили, что даже если это связано, ты хочешь спасти, у тебя нижний чан, в котором находится большое количество оскверненной, но пригодной в пищу еды. И туда сейчас попадет Трума. И все это дело уничтожится. Если ты хочешь спасти, там, не знаю, 90 литров вина, казалось бы, ну ладно, ну давайте сейчас я оскверню эту Труму, но спасу 90 литров вина. Нельзя приступать к закону и нарочно осквернять Труму, даже если ты хочешь спасти какое-то свое имущество. Ну, Раби Юшуа, мы видели с этим спорить. Что говорит Раби Юшуа? И на тот, и на другой случай. То есть касательно бочки. Касательно ситуации, когда бочка с Трумой разбилась наверху, и теперь она протечет в чан с вином внизу, который мы учили. То же самое касательно масло, которое разбилось наверху и протечет вниз. Где мы сказали, что хотя бы ты сможешь использовать результат в качестве свечек. То есть если вино смешается, это просто вылет на землю, с ним вообще ничего нельзя сделать. Но масло, окей, ты не сможешь его съесть, ты не можешь ему мазать там тело, но хотя бы ты сможешь его сжечь. Которые объясняют, А есть, которые объясняют, что речь идет про бочонок, который под сомнением, он осквернился или нет. У тебя было там два бочонка, один с Трумой, другой нет. И в один из них упала Тума. И ты не знаешь, в какой. Окей, теперь как бы твой бочонок с Трумой, он под сомнением. Так вот, И все, она уже как бы сто процентов, и она разбилась, и пролилась. И она как бы неизбежно смешается. То есть она пропадет. Говорит Рабио Шоу в этом случае. Касательно этой Трумы можно ее осквернять. Потому что нельзя осквернять только ту Труму, которая будет пригодна в пищу. То есть как это, собственно, он бы мог ее поесть, а ты берешь ее, оскверняешь. Теперь она никому. Она все, ее только выбросить можно. Это нельзя делать. Но если случилась ситуация, что она уже протекает, и ты даже один лог, один стаканчик не можешь оттуда спасти, чтобы она была чистая, ее можно было съесть. Эту Труму можешь спасать руками. Пусть у тебя руки тумные, можешь ее осквернуть, но все равно она уже в пищу никому не пойдет. Поэтому если есть Трума, бочонок Трумы, который под сомнением, может быть, он осквернился. Что значит может быть? Может быть, значит, все, ее нельзя есть, она под сомнением. Так как она уже и так, и так, под сомнением ее нельзя есть. Можно ли гром на Тума, можно привести ее заведомо, как осквернении? Может, как мы учили в Мишне? А есть, который объясняет А есть, который говорит, что это, говорится, пробочонок, который под сомнением, и пробочонок вина, который разбился наверху и теперь протекает вниз. Говорит по поводу них, рабио шоу, это не та Трума, которую запретили осквернять, так как она изначально непригодна в пищу. Что имеется в виду? Если бы вино, которое внизу, в которое сейчас эта Трума попадет, было чистым, тогда мне нельзя было осквернять Труму наверху. Но так как и так, и так, то, что внизу не чистое, а законы протяжения никто не отменял, и у тебя лопнула бочка, она по-любому протечет, и в любом случае осквернится уже и так, и так, в этом случае, говорит, рабио шоу, нет проблем с пастойкой, как хочешь любыми руками, муж ее осквернится, она все равно осквернится, в том чистое, что Ахулин они уникалины лакуаним и лакуаним. И поэтому можно такую Труму привести даже к Туме, убиаяния там, касательно вина, можно даже ее осквернить руками, Шехушим, на Эфсет, Шерахулин. Спасая свое вино, 90 литров своего вина, можно осквернять Труму наверху. Да, рабио шоу запрещает, рабио шоу облегчает здесь, это мы объяснили рабио шоу, у валь, ты там, а кейца, ну хорошо, спрашивает Мишна, ну хорошо, а то есть запрет осквернять Труму, это про какую ситуацию тогда вообще говорится, калмар вейзу у Трума шему зарадалеха жломатума, рабио шоу, а в сутва лейтама, по мнению рабио шоу. А я уверен, вот какая ситуация, если человек, например, идет от места в место, и несет с собой две буханки хлеба, и встречает его, шальтрума бьядо, встречает его не еврей, а не еврей, который знает законы, и говорит ему, тен леахатме, он говорит, стой, дай мне половину, дай мне буханку хлеба, из твоих двух, ватамабе мега яди, а если не дашь, да, и я ее оскверню, потому что я только что с кладбища, я нечистый, да, и я ее оскверню, твою буханку хлеба, а если ты этого не сделаешь, я оскверню весь твой хлеб, а реаниметамет кулач, буду трогать тебе все, и потом иди докажи, что я что-то потрогал, никто ваших законов не понимает, но он понимает, что как бы еврею он сильно насолит, уже этот хлеб нельзя будет есть, что тогда делать, раби Елизав на своем стоит, и тамает кула, он говорит, ничего, пусть, говорит, осквернит все, но ты не имеешь права дать ему какую-то буханку хлеба, чтобы он ее осквернил, то есть ты не можешь способствовать и дать ему даже одну буханку, чтобы он ее осквернил, ты в этом не участвуй, даже если он осквернит все, это знаете, на что похоже, на знаменитую тоже Тосефту, которая говорит, что если шли, там, не знаю, пятеро друзей вместе, их окружила банда там разбойников, Али Баба и его 40 приятелей, и говорят, выдайте нам одного из вас, иначе убьем всех, что говорит Тосефта, все должны умереть, нельзя, да, ну и да, если он сам захочет, а нельзя выдать одного, говорит Раби Лизар, нельзя, ты не можешь способствовать и осквернению, он тебе так угрожает, значит попал, значит он тебя осквернит весь твой хлеб, но Раби и ушел в этой ситуации, говорит, я не хлефанат ахат мэн аля сэла, я предлагаю так сделать уже, он все осквернит, не давай ему в руки, а возьми и выложи на камень буханку хлеба, ты ее положи на камень, он ее оскверн, как бы ты сделай, как бы пол дела, то есть не будь напрямую, не давай ему в руку, потому что это, это шантаж, безвыходная ситуация, но вот что делать, неважно, Миша задается всегда крайним вопросом, что на одной чаше весов, слушай, у тебя там большие деньги, там 100 буханок хлеба, трумы, и вообще жалко, он все труму осквернит, с другой стороны, нельзя осквернять нисколько, даже одну буханку, а он тебе так, говорит, либо дай мне одну, либо оскверню тебе все, что делать, говорит Рабио Шуа, выложи на камень, кину маршевых годзе, а в Рабио Шуа совершил, это не налобиадав, то есть в этой ситуации, даже Рабио Шуа согласен, что нельзя ему прямо в руки давать буханку хлеба, это не хена, а только можно положить ее рядом, на камень, где на целый этот шар, чтобы спасти остальные буханки, что это не надо хри, и так как бы и он получит свое, и ты как бы активно не будешь этому способствовать, ты просто положишь ее, а он уже ее возьмет. И заключительная мечта, и также похожая история с нашими буханками, женщины, и окружили их неевреи, и говорят им, ну-ка дайте одну из вас, и мы ее оскверним. Понятно, что они имеют в виду, то есть вступят с ней в Саите, а если вы этого не сделаете, то как бы тогда вы все будете этой участи преданы. И тому эт кулан в альим сирула гемнефешахат в Исраиле. Вот, пожалуйста, не зря я сравнил эти две вещи. Пусть все, они не имеют права выдавать никого одну. Это, на самом деле, принцип Робы, чем твоя кровь красне его крови. То есть, как ты можешь сказать, смотрите, они говорят, хорошо, давайте выдадим там Сару. Сарик говорит, ничего себе, почему я, чем ты лучше меня. Хорошо, давайте выдадим Рахель. Рахель также может сказать, а почему я. И так они никогда не смогут, то есть по закону Торы ты не можешь там коллегиально проголосовать против Сары и выдать ее. Да, не получится, поэтому по закону нельзя придать им ни одну душу, да, коллегиально. Все, значит, все попали. Пусть они не евреи делают то, что хотят, да, пусть они делают, что хотят с ними, но выдать никого заведомо нельзя. Потому что нельзя отдавать предпочтение одной душе ради другой души. И в этом, обратите внимание, не спорить, не раби, что он не раби, лезет. Здесь все согласны. Все равно не убийство. Понимаете? Ну, неприятно, шел бы. Понимаешь, что неприятно, но тут идет разговор, что если 80 тому, возможно. Ты знаешь, там, где это, там, наверное, убийство, она понимает, что так и окружают, говорят, ну, будем вас на зиму. Они могут что угодно сделать. Они тогда не будут спрашивать, тогда всех сразу пойдут. Ну, а то издеваются. Как фашисты заставляли матерей выбирать, кого убить, твою дочку или твоего сына. Да, ну, может всякое быть. Слушай, почему нет? Еще не такое было, к сожалению, но написано в руссоемском Талмуде, но написано в руссоемском Талмуде, если ситуация другая, и они, они заставляют не евреек решить, кто из них, а они говорят, так, выдайте нам Сару, иначе все умрут, или там, все будут изнасилованы. Это, кстати, тот сефт, это самое тот сефт, о котором я упомянул. А если нет, все будут осквернены. Мута тогда, если, тогда можно выдать ту, которую они просят. Ах, ирод. То есть, в чем дело, нельзя играть в Бога. Ты не можешь, да, это выходили, что ты, ты не можешь выбрать, если все в одинаковой ситуации, надо всем умереть. Но, если они за тебя эту грязную работу сделали, они там окружили синагогу, там, поблили бензином и сказали, выдайте нам Мойшу Абрамовича, иначе всех сожжем. А, раз они уже сказали, что хотят именно Мойшу Абрамовича, да, конкретно. Тогда, тогда можно выдать ее, чтобы спасти других. На самом деле, это тоже мнение, только Раби Йохану. Ракеш говорит только в том случае, если она или этот Мойша действительно подлежат по Торе, по закону, подлежат смерти. А если нет, тоже нельзя. Но, как мы приводим Раби Йохану, обычно, Раби Йохану, к Шеву Бенбихри. Как было в ситуации Шеву Бенбихри, знаменитая история про Шеву Бенбихри, который восстал против Давида Менаха, и Юав, верный, подданный генерал Давида, пошел искать этого изменника, а тот спрятался в целом городе. И Юав окружит этот город и скажет, что если вы не выйдете мне этого бунтаря, то я уничтожу весь город. И написано там, что выйдет мудрая женщина, это была Серах Баташер, которая пожила там больше 600 лет, та самая, которая была дочь Ашера и спасла жизнь Якову Авину, когда рассказала про Йосефа, что Йосеф жив. И она вернула жизнь Якову, Всевышний сказал, ты вернула жизнь Якову, я тебе как бы дам жизнь. Дочка Якова. И она жила очень долго, и она в своей мудрости скажет, мы можем выдать Шеву Бенбихри. А евреи знали закон, говорят, мы не можем, мы должны все умереть. Она говорит, нет, вы не должны все умереть, там целая история, короче, отсюда мы учим закон, это в Танахе написано. Аналогичная ситуация похожая, и мы видим, что если тебе говорят конкретно имя, и этот человек, как Шеву Бенбихри, действительно подлежал смертной казни, любой, кто восстал против помазанника Всевышнего Давида Мелых, да, подлежит смерти, тогда выдавать можно. Однако, конечно, мы в этих законах должны быть очень аккуратны. Рамбам говорит, что нельзя прям вот так все просто и сразу выносить такие решения, лекадхила, да, то есть, когда речь идет о жизни и смерти, и кто-то что-то просит, то все очень-очень-очень, да, непросто. Мазалтов, друзья, мы с вами завершили самую длинную главу трактата Трумот, переходим с вами к девятой главе Дайзрата Шем, и сделаем его завтра. А сейчас скажем, Лейлу Нишмат, сегодняшние Мишнает, были возвышения души Геннадий Бен-Херць, Хайм-Йосеф, Хазанэ, Бен-Цадок, коллег Бен-Шалом, шуботай Бен-Раумену, Ламин-Хана, Бен-Ах, Мойшев Бен-Аптали, Херц, Кребек, Абатакима, Аудами-Наоми, Абрамон, 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 Геннадий Бен-Цадок, Лариса Бен-Абрамон, Михаил Бен-Цадок, Роза Бен-Мейс, Адина Бат-Лев, Руве Мен-Абрамон, Елизавета Бат-Лев, Маргарита Бат-Лев, Алла Бат-Абрамон, Мария Бат-Абрамон, Николай Мен-Абрамон, Европейеда Бат-Лев, Абрамон, 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 Субтитры сделал DimaTorzok